Здравствуйте, мои дорогие! Кто думает о вас и что думает о вас? Посмотрим, кто эти люди? Хорошие? Не очень хорошие? Желают они вам добра или зла. Кто же о вас думает? Кто о вас думает? Покажите фигуру. Почему-то думает о вас какой-то юный человечек, как ребенок какой-то, который немножко потерялся в самореализации. Что думает? О движении думает. Это может быть ребенок, который думает об отце. Также о крушении каком-то и о встрече. О том, что нет больше возможности увидеть, может быть, даже многих родных людей. О том, что... Как-то стабилизировать будущее хочет. Ну, такие, знаете, взрослые мысли. Окей. Хорошо. Кто еще думает? Кто еще о вас думает? Так, это кто? Ой-ой-ой. В каких-то проблемах человек, сложностях, будто бы действительно разум затуманен. Какой-то человек. Это... В очень сложных сейчас энергиях показана личность этого человека. Вот в принятии какого-то сложного для себя, важного, важного решения жизненного. Прямо же мозг напрягается и очень сложно, потому что рядышком люди, которые явно не поддерживают его, навевают какие-то страхи, сомнения. Человек в трансформации может быть, ну, либо болен. Вот как-то так. Кто это? Одинок. Одинок. Пытается восстановить равновесие в очень сложных конкретных энергиях, показан человек. Кто ты? Покажите мне, кто это. Ух ты. Знаете как? Это человек, который верит в свою победу и знает, что он ее достигнет. Он прям вот через все может пройти для того, чтобы достичь Иерофант. Много мужских карт выходит. Иерофант, смотрите, в каких-то сложных потерях сейчас. О, Боже. Очень крепкий человек. Очень мощная, сильная энергетика здесь идет. Но сейчас просто в беде, просто в каком-то ужасе находится. И я прям вижу, там вот карты выходили такие страшные. Пятерка мечей, да, идет луна. Какое-то воздействие, манипуляции. Люди вокруг что-то ему пытаются внушить. Может быть, даже опаивать. Вот как-то так. Ну, просто спивается человек. Если вдруг, или же магические какие-то воздействия. Ну, как вот в туманах каких-то голова постоянная. Но это человек, который как хочет выйти к победе, но сложно. Мучиться. Реально мучиться человек. Может, заслужил, конечно, что мучишься так. Ну, прям вот очень сильная личность. Что кто ты? Кто ты такой? Король Жезлов. Очень активный и очень сильный человек. Очень сильная натура. Думает о вас. А что ты думаешь о ней? Это мужчина все-таки. Выходит невероятной силой, мужественной человек. Кто ты? И понятно, что ты думаешь. Что ты думаешь о совместном пути вместе с вами? Что ты думаешь о ней? Что ты сильная и очень такая серьезная женщина. Очень красивая. Он хочет реальности с тобой. Он преклоняется перед тобой. Ты для него королева реальная. Так, продолжаем. Человек реально завис на вас. Думает о вас. Во-первых, он думает как бы... То ли вам что-то принести, дать, что-то хочет вам. А вы знаете, что чего хотите, и вам еще попробую угодить. Вот как-то так. Что он о вас думает? Ага, ну тут по дьяволу. Тут очень мысли такие. Прям... Сейчас, сейчас. Вы очень красивая женщина для него. Он хотел бы с вами реально начало. Начало отношений. Начало... Либо там обновления отношений. Хотел бы с вами какого-то нового... Новых желаний. Новых каких-то перспектив вместе с вами. И человек реально завис на вас. По дьяволу. Там вы искушение для него. И понимает, что он погибнет и без вас, и... Или с вами, или без вас. Вот как-то так. А интересно, там есть какие-то решения в его голове? Стабилизация. Да, это хорошее решение. Здесь человек все-таки пытается все сделать правильно. И так, чтобы прошло все легко. То есть, есть какие-то начинания. Есть какие-то начинания. Хорошо. Начинания изменений. Вот так. И по справедливости там реально мысли четкие, стройные. Да, вы такие стройные... Стройными рядами идут для реализации каких-то правильных действий. По... Сын Земли. Это как Паш Пентакли. Да, это все-таки есть что-то. У него есть что-то за... Какой-то опыт, да, прохождение трудных периодов жизни. Кто еще думает о вас? Посмотрим, кто еще думает о вас. Женщина какая-то. Ну что, может быть, мама, кстати. Или подруга. Королева воды. Кто это? Такая приятная женщина какая-то. Очень приятная женщина какая-то, думает о вас. Так, кто она такая? Ну, по большей части, я тут вижу ситуацию странную у нее. Она как бы движется куда-то, да, постоянно действует. Вечно в движении каком-то. Какая-то женщина. Так. Есть ограничения, есть какие-то трудные ситуации. Ну, прям вот женщина-победительница о вас думает. Женщина-победительница. Ну, в какой-то сложности сейчас. И оно как ваша семья. Кто это, дама? Кто это, дама? Ну, смотрите, для кого-то это может быть как ребенок. То есть, как ребенок старший, может, старшая дочь. Так. Или отдельная, да, нам история рассказана, что вот думает. О, если вы мамочка, да, то у вас ваши дети. Так. Так, хорошо. Здесь вот эта девушка, которая нам выходила, да, она может думать о... А может, вы сама о себе сейчас думаете. Вот мне так идет прям. Она думает о детях. Вот так. И сама о себе. Вот эта ситуация как-то. Да, да, здесь такие мысли идут. Вот вы почему-то думаете, как... Вот вышло, да. Какая-то сложность идет. Сложность с начинаниями новыми какими-то вашими. Что-то вы задумали. Или же у вас действительно есть дети, которые вот еще не реализовались полностью в жизни, либо еще только начинают свой путь. И вот сложная какая-то ситуация может возникнуть. По тройке мечей. Видите, какая сложная карта. Прям ужас. У вас какие-то переживания по этому поводу. А давайте заглянем в будущее тогда. Вот эти переживания, они просто так показаны. Что там будет? Нет, смотрите. Тут по шестерочке идет счастье. Вы будете видеть своих детей в будущем счастливыми, реализованными, наполненными. И они вам будут приносить только счастье. Для этого будет у них много шансов. Будет хороший пример. И просто, ну, знайте, что вы на верном пути, вы правильно реализовываете этот потенциал. Если это касательно, вы думаете насчет себя и насчет ваших новых начинаний, новых проектов, там тоже будет история очень красивая. Ваши, все ваши начинания, все ваши детища, да, они приобретут такое, ну, вот по карте мир, приобретут такую целостность, да. То есть это будет красота просто. Ну, то, что вы хотите. Если это детки, то же самое. То есть там будет все замечательно. Хорошо, вот такие вот люди думают о вас. Хорошо, что вы думаете тоже о себе. Это замечательно. Первый раз такое вышло. Первый раз такое вышло. Какая замечательная, да, вы думаете обо мне, да. Это будет класс. Хорошо, советы вам от кого, от кого давайте. Ну, давайте все равно, да, это что-то высшее, высшие силы. Самые-самые лучшие, добрые советы, которые можно дать вам. Верь в то, что ты начинаешь. Все всегда закончится хорошо, если ты будешь верить в свои силы. По карте солнце, какой тут совет? Просто знай, что ты под защитой, что ты сама как солнце, что главное вот за этим солнышком, если ты иногда теряешь, да, веру в себя, то просто загляни. Тут знаете как, либо найти какой-то пример какой-то женщины и поверить, что вот ты такая же, ты еще лучше, например, даже. Либо просто поверить в себя, поверить в себя, в свое солнце. Все будет замечательным, большим образом развиваться, да, события идут по правильному пути, и все четко, выстроенными рядами идет к счастью. Так что вот так, работа движется, и ничего плохого не может произойти, когда ты солнце, вот так. Так что вот такая вот практика солнца у нас реализовалась. Мы когда-то делали, помните, на канале эту практику? Я думаю, девочки знают ее. Когда представляешь себя в виде солнца, я думаю, немножко напомню, да, наполняешься этой силой, и ты больше и больше и больше становишься лучами своими, заполняешь буквально всю Вселенную. Вот, так реализовываются желания. Благодарю вас, мои дорогие. Да, да, вот такая практика. За то, что вы были здесь, и за эту совместную нашу прогулку по замечательным людям, которые думали о вас. Хочу пожелать вам счастья, и хочу, чтобы то, что вы приносите сюда, и ваши лайки, и комментарии, и ваши хорошие пожелания, финансовую поддержку. Вселенная все это видела и дарила подарками еще в разы больше, чем вы сюда приносите. Всего вам самого наилучшего. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok